Сегодня мы с вами поговорим вкратце о 58-59 страницах трактата Кабабакама. Здесь на 58 странице я хотел более подробно обсудить то, что я уже упоминал, а именно идею, как оценивается ущерб, и есть ли определенные различия, и в частности, как это применимо в наше время. Значит, здесь конкретно обсуждается поле, у которого какие-то грядки поели, и говорится, что оценивается 1 к 60, то есть оценивается поле, в котором в 60 раз больше, и говорится, если, допустим, из этого поля одну грядку съели, насколько цена поля уменьшилась. Это получается некая мягкость по отношению к мазику, тому, кто принес ущерб. И, наоборот, строгость по отношению к тому, кому бы принесен ущерб. То есть оценивается не сам ущерб, а только в сравнении с целым полем. Это немножко меньше будет, потому что цена поля так уж сильно не меняется из-за одной грядки. Я уже говорил, что в наше время подобные вопросы задают, например, если человек другому, скажем, сломал дверь в доме. Если мы будем рассматривать цену дома, то возможно, что ущерб будет небольшой. Если же цену, которую стоит починить дверь, это уже будет гораздо больший ущерб. Починить дверь, может быть, стоит гораздо дольше, больше. И я здесь хотел привести немножко слова Хазуныша. У него это очень подробно. Вы знаете, у Хазуныша, его издания стандартные Хазуныша, они включают и по секциям Шухонаруха, и так вот называется Орахаим, например, Хошин Мишпад, и немножко по Талмуду. Так вот, в секции Хошин Мишпад у него там вначале идет по порядку Шухонаруха, а потом по порядку Талмуда. И вот к трактату Бавакама я сейчас цитирую из шестой главы третий параграф. Те, у кого есть силы и время, могут попробовать сами пройти. Это очень непростой отрывок, и я тоже не полностью его понимаю, но кое-что могу процитировать. Я знаю, что это один из самых цитируемых отрывков в наше время. И вот именно на базе заключения Хазуныша и других великих мудрецов сегодня Батайдиним реально, так сказать, еврейские суды решают подобные вопросы, как оценивать ущерб. А именно, автор начинает в том числе с нашей суги, и потом переходит к другим источникам, и в том числе очень важную роль играет трактат Бавамиция на пятой странице. Когда мы дойдем к Ленедру, мы снова это упомянем. Там обсуждаются случаи, когда человек, допустим, в чужой земле вырыл без спросу ямы, и в каких случаях это считается как ущерб земли. У ущерба земли есть особые законы, связанные с тем, какие определенные законы не относятся, когда это ущерб земли. Когда считается как земля, когда считается как обычные, так сказать, деньги, которые он должен. Так вот, Рамбом и Райвот спорят там, хотя, возможно, в этом спора нету, это тоже отдельный вопрос, Райвот спорит ли с Рамбом или Рамбом с ним согласится. Но, во всяком случае, Рамбом и Райвот обсуждают ситуации, когда, возможно, ущерб земле не считается как будто это ущерб самой земли. И Райвот там приводит такую интересную идею, что если человек вырут другому ямы, то, получается, по Райвоту может истец потребовать заполнить назад ямы. То есть не только может потребовать, чтобы мы заплатили разницу, сколько стоит земля с ямами, меньше стоит, да, в которой ямы не нужны, чем земля, в которой этих ям нету, а может потребовать, чтобы мы заполнили ямы. Это большая сумма, как я уже говорил, так же, как с дверью в моем примере, когда именно требует компенсировать не разницу в цене, а именно исправить ущерб. И вот Хазуныш тут очень подробно приводит, и в том числе приводит слова Шаха. Шах — это самый главный, наверное, из комментаторов. Йорадей и Хошин Мишпат. Так вот Хошин Мишпат. Шах, кстати, здесь есть ошибка переписчика, или опечатка какая-то в Хазуныше. Должен быть 18-й параграф, а не 15-й. Ну, в общем, Шах там это обсуждает. У него очень длинный этот Шах, я не стал его весь читать, это очень все подробно, но, во всяком случае, он тоже склоняется к мнению Райведа. И получается, что в каких-то ситуациях можно действительно заставить человека платить за реальный ущерб. И, как я сказал, это очень цитируется, потому что это очень важно в наше время, очень часто люди приносят другому ущерб. Но если говорить о ценах на рынке, то это может быть вообще незаметная разница в цене, или вообще, может быть, эти вещи не продаются обычно. Использованные, например, вещи. Во всяком случае, в стране, как Америка, скажем, старая рубашка, она почти ничего не стоит. Но человеку, у которого рубашка, которую он уже какое-то время носил, если ему порвали, человеку этому без сомнения нужна теперь новая рубашка, и он не будет покупать за доллар старую чью-то рубашку. Вопрос, как это все оценивать. Это все непростой вопрос, но вроде бы обычно именно вот как заключение Хазмыша, Хазмыш еще в одном месте кое-что из этого обсуждает. В восьмой главе. Ну, во всяком случае, у нас, значит, обычай вроде бы именно как строгое мнение, что платить нужно за реальный ущерб, а не только за разницу в цене. Но, возвращаясь назад, к примеру, с полем, я уже говорил, что в Мишне Рабишимон спорит в случае, когда уже фрукты созрели, и им не нужна большая земля. Рабишимон считает, что в случае поля тогда платишь за полный ущерб этих фруктов, и так у нас халаха будет постановлена на следующей странице, то, что мы будем в ближайшее воскресенье изучать. Еще я хотел из второй страницы перевести вам одну интересную агаду. Один человек какой-то надевал черные ботинки, тут приводится, что на самом деле это не так уж было принято, то сфот обсуждает, что именно у них было не принято, ботинки или шнурки, я же не буду вдаваться в эти детали. Но когда его увидели слуги Решгалуты, они его, видимо, считали, что он слишком позор такой, понимаете, показывает себя, что это показуха. Что это он, понимаете ли, носит черные ботинки в знак траура, как он объяснил, что я хочу показать, что в трауре по храму. Гра объясняет, кстати, по кабале, что идея ботинок это самый низ, так сказать, что вот как ботинки в самом низу человеческого тела, в них упирается нога, так как бы храм там упирается, можно сказать, в присутствии Всевышнего. Ну, в любом случае, он надевает именно черные ботинки в знак траура о храме. Так слуги Экзелярха, главы еврейского изгнания, его за это хотели расставать, представляете, говоря, что он позирует, так сказать, и что это все несерьезно. А он тогда сказал, что он же мудрец, и давайте спросите меня любой вопрос Торы. Они говорят, ну ты лучше нас спроси. Он спросил, они там стали отвечать, и вот тогда пошла дискуссия как раз о том, как оценивать, если съели, например, фрукты пальмы. И заключение здесь тоже, что из 60 пальм оценивают. Следующая Мишна говорит о похожей ситуации, как и предыдущая, только здесь еще про стог. Если человек без спроса свой стог на чужое поле поставил, и потом животное хозяина съело, то тогда хозяин ничего не отвечает. А если получил ущерб, то это, наоборот, хозяин столько должен платить. А вот если он с разрешения, тогда, наоборот, хозяин отвечает. Гимора спрашивает, это что, это не как Рэби? Помните, Рэби считает, что нужно, чтобы хозяин двора именно сказал Мифура, что я тебе разрешаю в свой двор заносить фрукты или заходить своим животным, и я беру на себя ответственность именно Шмиры, охраны. Только тогда он отвечает. А здесь выглядит, что даже Стам, по умолчанию, если он ему разрешил стог там ставить, то уже он отвечает хозяину. И отвечает Гимора, что это Мишна может идти и как Рэби, и речь идет о какой-то ситуации, когда действительно там охрана постоянная на эти стога, и поэтому по умолчанию, если он разрешил ему свой стог ставить, значит, он будет его охранять. И еще одна Мишна у нас на странице, и продолжение будет на следующей, но вот здесь говорится про человека, который послал с помощью ребенка, или сумасшедшего, или глухонемого, послал огонь. И он говорит, что опять вот эта концепция, которая уже много раз встречалась, и будет встречаться, что есть случаи, когда человека невозможно заставить платить по букве закона, то есть судово не заставить платить, но перед небесами он обязан за свой ущерб расплатиться. Некоторые считают, что это не просто желательно, а именно обязан. Даже будет тогда он не кошерным свидетелем, пока не расплатится. Так вот, интересно, что Гемора здесь приводит два мнения. Рейш-Лакиш говорит, что это от имени Хиски. Говорит, что это только если он отдал ребенку, например, или там сумасшедшему, отдал угли, и те уже распланили их. Но если бы он отдал ему мамыш огонь, дал ему, допустим, что-то горящее, тогда он и сам виноват по букве закона, а не только как Лицетий де Шамаем. А Рейбин Раби Йохананн с этим спорил. Теперь обычно, когда Раби Йохананн спорит с Рейш-Лакишем, Халах как Раби Йоханан почти во всем, кроме трех вещей. Но здесь постановили постки Мышухонаров как Рейш-Лакиш. Знаете почему? Потому что Рейш-Лакиш сказал это не сам, а от имени Хиски. Считают, что Хиски, а он как Рабин по сравнению с Раби Йохананном, поэтому Халаха в данном случае, как Рейш-Лакиш, от имени Хиски. Что если человек послал мамыш огонь, даже с ребенком, то он за все отвечает сам виноват. Как можно ребенку отдавать огонь. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok